Друзья, всем привет! И сегодня будем говорить об антеннах на очках, то есть об антеннах для FPV, для аналогового FPV, которые вы ставите на прием. В целом для цифровой видеосвязи, наверное, я буду делать отдельный ролик, там потому что есть какие-то другие еще моменты, о которых нужно обязательно знать и учитывать. Но для аналоговой видеосвязи, я думаю, вам будет достаточно интересно посмотреть, что будет происходить сегодня. Сегодня будем сравнивать различные антенны и смотреть, что они означают, как их выбрать, как их подобрать и так далее. Я сделал уже достаточно большой ролик, но он уже немножко устарел, и я бы хотел еще добавить немножко информации. Для тех, кто все-таки хочет старые ролики посмотреть, там очень большой материал, много интересного. Где-то вот здесь, по-моему, теперь вылезет подсказочка, посмотрите, если что, после этого возвращайтесь обязательно сюда, продолжим. А для тех, кто остался с нами, погнали! Напоминаю, что ролик создан при поддержке магазина «Воздушное хобби». Это интернет-магазин моделей, аксессуаров и запчастей. Вообще, идея этого ролика пришла после того, как мне в 250-миллионный раз написали, почему я летаю вот с такой конфигурацией, очень часто на очках, в два каких-то маленьких грибочках с двух сторон, я их ставлю как-то вот так вот и, в принципе, погнал. И у меня очень часто спрашивают, почему вот так, почему не вот так, почему тогда я, что же взять, какой-нибудь трипл фит патч, еще что-то, еще что-то. Как это друг от друга отличается именно в работе? Поэтому мы сегодня будем именно разбираться. Я очень часто использую двусенаправленные антенны, потому что мне этого хватает. Но это не значит, что этого будет хватать всем. И для того, чтобы понять, как и что будет хватать именно вам, давайте разберемся, какие характеристики есть у антенн. В принципе, здесь список где-то оставлял, но там их на самом деле много всего, и из них не все нам, например, актуальны. Тут характеристика направленности, диаграмма направленности, ширина диаграммы направленности, уровень боковых лепестков, фазовые диаграммы и все остальное. И давайте я не буду сыпать такими жесткими терминами, расскажу вкратце, так сказать, на пальцах. Основные параметры, которые нам нужно учитывать, это частота, на которой работает антенна. Ну вот сегодня мы будем смотреть на антенны, которые работают на частоте 5,8 ГГц. Это та самая частота, на которой работают наши видеопередатчики FPV. Если вы используете антенну для чего-то другого, потому что технология передачи данных с помощью антенн, она не отличается, если вы используете какой-то другой продукт. Если вы используете передающий модуль, какие-то данные он передает на частоте 2,4 ГГц, то на другие частоты антенны на это все дело не подойдут. Дальше идет поляризация. Поляризация бывает круговая, либо линейная. Линейная, это она будет отправлять сигнал либо вот так, либо вот так. Круговая поляризация будет отправлять сигнал закрученный. То есть электрическое поле будет закручиваться либо в одну сторону, либо в другую сторону. И от этого зависит тоже, какие антенны вам подходят. Если вы на передаче будете использовать антенны, которые используют круговую поляризацию, закрученную вправо, на приемнике закрученную влево ставить смысла не имеет, потому что будут огромные потери. Лучше ставить все-таки подобранные комплекты антенн с одинаковой поляризацией. В случае антенн с линейной поляризацией, это такие антенны, как различные патчи, ну это больше старые формата патчи, потому что раньше очень часто были на такую поляризацию патчи большие, либо всякие линейные антенны типа диполи различные и так далее. Их нужно ставить на приемники, на передатчики в одинаковой плоскости. То есть если вы ставите вот так, они будут работать. Если одна антенна стоит вертикально, другая горизонтально, то сигналов практически приниматься не будет. Следующее, что вам нужно определиться, какую вы антенну собираетесь брать, всенаправленную, либо однонаправленную, так скажем так. Всенаправленная антенна выглядит в среднем как грибочек какой-то и направляет, распределяет волны во все стороны. Ну и также, соответственно, принимает со всех сторон, если вы используете их на приемнике. Направленная же антенна отправляет и принимает сигнал лишь с одной стороны. И здесь мы подходим к очень важному моменту, к такому как диаграмма направленности. То есть в каком диапазоне направленная антенна принимает сигнал. Если, например, все направленные антенны принимают почти что везде, ну, за некоторым исключением, например, сверху они не принимают, либо снизу, где кабель подходит, тоже не принимают, то эти антенны принимают лишь в узком диапазоне, то есть они, вот, предположим, вот этой антенны, там, скажем, 40 градусов угол, на котором она работает хорошо. То есть 40 градусов она принимает очень хорошо, сзади она не принимает практически вообще ничего. К сожалению, не всегда указывается именно угол, на котором антенна хорошо принимает, обычно там указывается до потери 3 дБ, но, тем не менее, в большинстве случаев такого не указывается, а указывается усиление. Усиление – это смежная характеристика, которая выходит одной из другого, получается, и усиление показывает, насколько хорошо и усиленно сигнал приходит с какой-то определенной стороны. И если вот такие антенны круговой направленности принимают со всех сторон плюс-минус одинаковый сигнал, и у них там усиления практически нет никакого, то есть они один к одному принимают сигнал, ну, или чуть-чуть лучше, там, за счет того, что есть какие-то слепые зоны, такие же антенны принимают усиленный сигнал с какой-то определенной стороны, и усиление, бывает, доходит до сотен раз. И они вот в очень узком диапазоне, если вы попадете в свой передающий модуль, то усиление будет огромное. На таких антеннах действительно хорошо летать на большие расстояния, и если вы знаете, где вы летаете. Не углубляясь в подробности, скажу, что антенны до примерно 3 дБ – это все направленные антенны, они во все стороны принимают плюс-минус одинаково. Дальше идут средние патчи, что-то там от 6 до 8 дБ, это вот такие вот маленькие патчи, ну, в данном случае, кстати, на 9 дБ патч, по-моему, да, на 9 дБ. Они усиливают, но при этом остаются достаточно широкими, то есть вы можете большую область покрывать такими патчами. Ну, а также есть всякие ультра узкие патчи, которые имеют огромное усиление, но на очень узкой области. Соответственно, вы ищете всегда компромисс между более-менее равномерным приемом сигнала со всех сторон, но с небольшим усилением, либо очень усиленно, но направленно из какой-то точки, предположим. И что-то где-то вот между этим играетесь в различном усилении. Усиление прописывают производители не всегда честно, иногда они пишут какое-то завышенное усиление. И, ну, по факту узнать усиление крайне сложно без дополнительного очень сложного оборудования. Ну, и последняя и довольно важная часть, которую, к сожалению, мы не можем проверить, и от которой очень сильно зависит качество антенны, насколько она будет работать или не будет. Даже если, предположим, дизайн правильный, это коэффициент полезного действия КПД антенны, которая в нашем случае, ну, практически является КСВ-значением. КСВ – это коэффициент стоячей волны, но не будем углубляться в какие-то технические термины. Это, в общем-то, согласование антенны с линией передачи. То есть то, насколько это хорошо и грамотно выводит мощность из видеопередатчика в эфир, скажем так. Если у вас КСВ плохое, то от антенны все отражается обратно внутрь, и ваше передающее оборудование может, например, сгореть от того, что оно будет перегреваться. Но если у вас антенна хороша, то вся энергия, которую вы выкладываете из видеопередатчика, будет уходить в эфир. С обратной стороны, на приеме работает точно так же. Единственное, что там у вас нет поразительной дополнительной мощности, которая бы перегревала приемник, предположим. Соответственно, приемник либо принимает больше сигнала, либо принимает очень плохо, мало сигнала. И давайте быстренько проверим сегодняшние антенны. Для примера сегодня будем использовать пару антенн, которые довольно популярны. И, ну, и для меня они одни из самых таких классических антенн в исполнении. Например, от Rush, это маленькие антенны, то же самое, что с Singularity от TrueRC. Производством занимается точно так же TrueRC. Соответственно, антенны действительно неплохие на SMA-разъеме. Все будет на SMA-разъеме, то есть то, что именно вкручивается в ваши очки, в внешний приемник, в наземную станцию. То есть то, что вы используете на земле. Дальше, на длинной ножке Foxeer Pogoda Pro неплохая антенна, как и огромное количество других погод. То есть погода, это открытый дизайн, то есть антенну может делать каждый у себя. И Foxeer делает свои антенны тоже. При этом всем они еще классно упакованы в хороший пластиковый корпус, который не ломается при такой жесткой даже транспортировке. Ну и относительно новые антенны. Это SPDB V2 антенны, которые только-только недавно вышли на рынок. Говорят, что тоже неплохие, при этом обещают какое-то неплохое усиление. Если вот эти антенны, что-то там порядка 1,2-1,5 дБ усиления, здесь усиление 3 дБ обещают. Соответственно, ну, антенна, скорее всего, будет лучше подходить именно для тех, кто летает не вот прям вокруг-вокруг себя, а чуть-чуть подальше, там, ну, до километра, может быть. Ну и мы сегодня еще посмотрим. Ну и также чуть-чуть направленные антенны. То есть это Echo Patch 2, новый патч опять Foxeer. Только-только вышел, они обновили как там PCB. Новая какая-то плата позволяет лучше работать с высокими тистотами. Ну так они заявляют, проверим сегодня на практике. Maple Patch, которым я пользуюсь уже очень давно, то есть это один из моих самых основных вариантов, которые я использую, когда что-то нужно поставить на очки, чтобы полететь чуть-чуть подальше. Ну и большая антенна от Maple, то есть это антенна на 11 дБ. Она будет вне зачета, считайте, то есть это будет такая антенна, которая, ну, как бы я добавлю в один определенный момент, чтобы показать, сравнить ее с вот этими патчами. Но, например, по дальности она ни в какое сравнение не идет с вот такими антеннами. С другой стороны, по покрытию такая антенна берет, ну, совсем мало, то есть у нее очень узкий пучок по сравнению с всеми этими антеннами, которые можно использовать на каждый день. Такую антенну можно ставить только реально на наземную станцию со штативом и очень плавно вымерять угол, под которым вы будете с ней работать. Теперь давайте поставим это все, проверим на оборудование. В первую очередь давайте потестируем Rush антенны. Это одни из самых моих любимых антенн, хорошо настроены, вроде как небольшое усиление, хорошее покрытие в любого диапазона. А касательно КСВ, хорошо согласованная антенна по стандарту должна иметь КСВ ниже 1.5. Это значит, что практически вся мощь, что мы прилагаем через генератор, уходит на антенну и рассеивается в среде. Если же вы используете какие-то антенны, которые в КСВ выше, то вы рискуете получить некачественную связь и перегрев оборудования. В данном случае, как видно, у нас КСВ на всем диапазоне от 5.700 и, ну, в плюс-минус до верха идет ниже, чем 1.25. То есть в районе 1.2 это очень хороший коэффициент, антенна действительно хороша. И мне что нравится в этих антеннах, то, что производством их занимается приличная компания. С качеством, со стабильностью качества, проблем никаких нет, они всегда выдают нормальное качество. Сейчас я возьму вторую антенну, я полагаю, что она тоже будет прилично настроена. Как видно, левая часть диапазона от 5.800 и вниз опускается что-то до 1.13, в районе 1.2, что-то такое. Справа вся часть 1.3, 1.32, 1.35. Очень хорошо, меня такая антенна устраивает, такой антенной пользоваться можно. С PDB антенна, современная новая антенна, должна быть тоже неплохо согласована. Сейчас китайцы, в принципе, освоили качественное изготовление антенны. Изготавливают не на глазик, а достаточно неплохо, потому что внутри PCB. То есть качество и повторяемость таких антенн на текстолите гораздо выше. Ну, как видно, у нас в целом диапазон неплохой, все еще ниже 1.5, хотя и чуть-чуть повыше, чем на антеннах от Rush FPV. В целом, рабочая антенна все выше 1.3, но ниже, чем 1.5. Хорошо. Как видно, эта антенна сделана чуть-чуть иначе, у нее чуть по-другому выражен пик, самый резонансный внизу. Но в остальном по всем частотам ниже, чем 1.5. То есть 1.48, 1.25 опускается вниз, неплохо. Я считаю, что на такой антенну пользоваться можно. Foxeer Pogoda Pro. Большая антенна на длинной ножке. Чем хороши длинные ножки? Тем, что вы можете их убрать подальше от лица, чтобы вы их там лицом, батарейки на очках, ничем не перегораживали. Очень хорошо настроена, причем, например, на середину частоты, то есть на 5.780 примерно у нее резонанс. Самые низкие коэффициенты это 1.06, 1.05, что-то такое вот. На верхних частотах поднимается немножко выше, 1.35, 1.32. Но антенна все еще очень хороша. То есть на нижнем диапазоне будет идеально работать, на верхнем диапазоне, ну, чуть-чуть похуже, но в целом все равно отлично. Дальше Foxeer Echo Patch. Тоже все ниже, чем 1.5, что интересно, вот на грани работают китайцы, но их нельзя ни в чем обвинять. Как бы по классике считается все, что ниже 1.5 приемлемо. И, соответственно, здесь у нас как раз именно такой случай. На самых верхних частотах опускается это 1.1 или что-то типа того. На верхних частотах почти 1.5, но это уже сильно низко. На самом деле FPV канала заканчивается где-то вот здесь на 1.4 получается коэффициент. Дальше Maple Wireless на 8 дБ. Маленький патч такой, который вот на каждый день неплохо настроен. Отлично тоже. Вся практически область меньше, чем 1.3. В самых верхних частотах вот можно чуть-чуть повыше увидеть значение, но в целом 1.15-1.30. Очень хорошо. Самый большой патч Maple Wireless на 11 дБ. Отличный коэффициент у антенны. Меньше, чем 1.1 все. И на средних частотах 5.700, 5.750, 1.03. То есть антенна идеально настроена. Работать такая антенна должна действительно хорошо. Интересно ради прикрутил просто коаксиальный кабель. Здесь когда-то была наверху антенна. Ее, естественно, уже давно нет. Отрезано и сломано. Что интересно, ну, коэффициенты все еще не такие высокие, как я ожидал. То есть в районе пятерки на нижних частотах. Но на верхних частотах, конечно, коэффициенты тут дикие. 17, и вот она поплежала вверх. 17 в районе 20-30, там уже выше пошло. 23 и так далее. То есть коэффициенты больше, чем 1.5 считаются, ну, уже крайне нежелательными. Больше двушки скорее просто неприемлемыми. Теперь давайте посмотрим, что же это все означает на практике. Как эти антенны работают, какую дают дальность. И почему же я все-таки летаю с двумя Омни на антеннами? То есть антенны, которые направлены во все стороны. Итак, какой у нас был план? Я хотел запульнуть самолет. Запульснуть его как можно выше. Включить режим удержания точки. Какой-нибудь лойтер, чтобы самолет летал по кругу. Но что-то пошло не так. На высоте 200 метров самолет решил перезагрузиться. И упал отвесно вниз. Что это было, я не понял. И почему так случилось, мне тоже непонятно. Но я примерно знаю, где он упал. Это не частный двор. Что хорошо, едем туда. Да, но в целом аппаратура, как очки нам уже не понадобятся. Я из окошка сейчас пока ехали. Увидел самолет. Он лежит в целом довольно явно. Разложено на много-много мелких частей. Ну, это частная территория, но она такая, огороженная лишь условно. Да. Да. Выглядит это очень странно. То есть... Ну, вся электроника, короче, разбросана по полю. Ладно, давайте собирать. Я даже не знаю, что случилось конкретно. Тут со всех сторон куски пенопласта. Вот так выглядит сейчас самолет. Немножко листьев прилипло. Но в целом, я даже не знаю, в чем была проблема. Ну... То есть, по каких-то подгоревших... А, все, вижу регулятор. Регулятор. Вон там MOSFET один расплавился. Он, скорее всего, даже там прям начал что-то типа гореть внутри. Вот здесь на крышке особо не видно никаких последствий. Но, видимо, с регулятором. Вон, отпаялась одна жила. И сгорел MOSFET. Соответственно, у нас весь самолет к чертям. Мотор не пахнет горелым. То есть, на него нагрузки не пришлось. Он успел отпаяться к этому моменту. У всех остальных, скорее всего, нормально. Кроме вот регулятора, ну и тушки. Новый самолет достали. Теперь у нас будет ZOHD 250G. Маленький самолетик. Но, я думаю, он будет работать неплохо. Наземная станция на себя та же. Пока стартуем так. Потом я сниму еще маленькую антенну. Ну, вроде все работает. Первая антенна. Это у нас PDB. Давайте посмотрим, как она работает. Ну, должен сказать, что в целом картинка нормальная. Правда, вот на некоторых моментах, когда разворачивается самолет обратно, картинка начинает шуметь сильно. Но, в целом, картинка есть. Картинка нормальная. Теперь давайте проверяем вот эту антенну. Сейчас, картинки быть не должно. Картинки нет. И вкручиваем эту. Какую-нибудь другую давайте поставим. Поставим давайте длинненькую. Погода PRO от FOXYR. Так, смотрим здесь картинку. Ну, в целом, здесь чистая картинка. Мне кажется, здесь даже чуть-чуть лучше картинка. Вот самая малая, но она все-таки получше. Патч от Mapple Wireless. Ну, и здесь, конечно, не к чему придраться. Картинка абсолютно чистая. Чистая картинка, без каких-либо там затемнений, сползаний цветов, каких-то помех, шумов и так далее. Ну, и давайте FOXYR Echo Patch. Даже на переходник в целом что-то ловится. Сейчас время 8.02. Вкручиваем теперь Echo Patch. Он меньше заметно, чем Mapple Wireless. Но при этом вроде как должен давать точно такое уже исцеление. Красивая картинка, надо сказать. Хорошо. Что интересно, ну мы сейчас летаем на 500 метров. Здесь как бы круговые, антенны круговой поляризации уже потихоньку падают. А мы сейчас возьмем и отлетим чуть-чуть подальше. Пока я там отлетаю подальше, мы можем сравнить все эти картинки лоб в лоб. Напомню, дистанция 500 метров, 25 миллиметров видеопедачек, RIS-Band 2, по-моему, канал был. Нижний ряд, конечно, выглядит чище. То есть на нижних антеннах, конечно, картинка с явно большим усилением, меньше шумов и так далее. В верхнем ряду, мне кажется, с PDB здесь немножко сливается. Две другие антенны выдают достаточно чистую картинку. Так, ну что ж, время по ОСД сейчас 12.03. Расстояние 2 километра ровно. Теперь давайте сравним вот именно на такой дистанции, как работает. Как видно, Echo патч работает в целом неплохо. У нас относительно чистая картинка, есть легкий цветной шум. В остальном, я бы сказал, что картинка читаемая, работать с ней можно, улетать можно. Теперь давайте откручиваем. Я бы сказал, что с этого патча картинка выглядит почти так же. Ну, может быть, чуть чище. Мне кажется, да, чуть-чуть чище, но это сложно сказать. Нужно на компьютере сравнивать. Поэтому, ну, вот такие патчи на 2-3 километра, это самое оно. Оно как раз работает так, как и должно. Мощность 25 мВт, как видно, без антенны мы вообще ничего не принимаем. Теперь включим обычную антенну круговой поляризации, например, с PDB. Ну, вот такая картинка ждет нас антенна круговой поляризации. Вот она уже на грани, 14.15 сейчас время. Вот она уже местами черно-белая становится, но все еще летать не может. То есть 2 километра, вот у нас картинка все еще есть. Правда, она уже реально на грани. Черри. И выставляем ее в горизонт. Не сказал бы, что разница, ну, наверное, даже немножко хуже вот на этой антенде. Мне кажется, что... Хотя вот сейчас вроде опять чисто. 14.55, 56. И сложно что-то сказать конкретное, потому что все время... Ну, самолет разворачивается с разных сторон. Это как раз и хорошо. Мы можем посмотреть во всех ситуациях картинку. Когда с одной стороны самолет разворачивается, с другой стороны... Но вот местами прям картинка уже совсем черно-белая. То есть, ну, уже прям на грани. Так, выравниваем. Смотрим. Ну что ж, я бы сказал, что эта антенна сейчас показывает хуже всего себе. Давайте покрутим ее в разные стороны. Ну, не знаю. Сейчас она показывает себя хуже всех. То есть, больше шумов, больше помех. Картинка местами уходит прям в шум. Местами просто черно-белая. Цветная картинка пробивается очень редко. Ну, вот сейчас, например, секундочку. А так, в основном, черно-белая. При этом всем напоминает. Смотрите, сейчас берем, откручиваем, откручиваем патч. И, пожалуйста, чистая картинка. Ну, относительно чисто. Все-таки слишком маленькая мощность и довольно большая дальность. Но, тем не менее, по такой картинке, я бы сказал, летать можно, летать нужно. Еще что могу показать для сравнения чисто. Как выглядит картинка с большого-большого патча. Это вот такая вот патчка от Мэпла, которую мы в прошлый раз еще смотрели. То есть, чем разница? Ну, и картинка у нас даже здесь без шума. То есть, она такая же, как если бы вылетали на антене круговой поляризации в 100 метрах от себя. То есть, ну, понятное дело, что я еще могу поточнее ее настроить, чтобы она точнее посмотрела в ту сторону, где слетает самолет. Ну, вот сейчас, например, чистая картинка чуть-чуть перебивает коптер коллеги, который стоит прямо рядом со мной в остальном картинка. Действительно чисто. Итог на дистанции 2000 метров. То есть, 2 километра для 25 милливатт – это действительно немало. На такую дистанцию обычно ставят мощность побольше, и у вас в любом случае будет, скорее всего, чище картинка. Но здесь могу сказать, что патчи, конечно, справляются лучше. Они показывают чище картинку. В верхнем ряду все неоднозначно. В целом, мне кажется, что спиди-би показывает в данном случае чуть лучше картинку, хотя я не знаю, с чем это конкретно связано. Но в целом, я бы на верхних антеннах так далеко не улетал. Также на сладенько я могу показать, как работают 3 патча совместно. То есть, 2 небольших патча и 1 достаточно мощно-направленный. И если так, в целом, большой разницы не видно, то если вы нажмете на паузу и сравните стоп-кадры, ну, разница в основном в том, что шумов гораздо меньше. Особенно такого цветного неприятного шума, который вы, например, видите в небе, либо в траве и так далее. Ну и последнее, что я хотел показать. Все еще летаем. Дистанция примерно от 900 до километра. Ну, в общем, километр. Направленная антенна у нас реально сейчас чистая картинка, реально супер. Но если вы, например, направленную антенну держите не в том направлении, где у вас самолет, развернем ее как-нибудь вот так, считайте, что у вас практически нет антенны. То есть вы принимаете, ну, я не знаю, просто на разъем, который остался свободен. То есть поэтому зачастую используют два разъема. Одно направлено во все стороны, одно направлено в одну сторону. Но при этом с большим усилением. Потому что сейчас, например, картинка, ну, ее, считайте, нет. То есть она местами появляется какая-то черно-белая, местами появляется какая-то не такая. При этом берем антенну, которая не направлена, которая во все стороны направлена. И, как видим, на одном километре у нас на 2102 сейчас по времени. Картинка есть, она слегка шумит, но в целом она есть. При этом не зависит от того, в целом, как вы поставите антенну. То есть вы можете развернуть ее в другую сторону, туда, сюда. Она вот в целом как-то на голове находится. Можно даже чуть под углом поставить, вот под таким углом. И в целом картинка, как видно, все еще должна быть на месте. Если вы летаете недалеко от себя, в целом, по большому счету, чаще выгоднее ставить всенаправленную антенну, вот такого плана, которая будет работать на расстоянии до километра, в целом вот с какой-то картинкой. То есть картинка есть, она чуть-чуть шумит, но она всегда стабильна там. Если вы используете направленную антенну, иногда это дополнительный оморок. Если вы плохо ориентируетесь и не понимаете, где летает ваша модель, и вы смотрите, а эта антенна не в ту сторону, то иной раз бывает такое, что вы просто не можете найти антенную модель. Ну и, соответственно, вы не принимаете вообще никакого сигнала, поскольку принимает она сигнал только с какой-то определенной стороны. Я направил сейчас маленькую антенну, направленную вот как раз сюда, в сторону самолета, и, как видно, картинка хорошая. При этом всем, если я смотрю вот уже чуть-чуть под углом туда, ну вот небольшой угол, где-то 30-40 градусов, чуть-чуть не попало, да, как видно, картинка уже вялая, уже слабо принимается, а антенна принимает уже там только, не знаю, 20-30% от всего сигнала. Если же вы развернетесь дальше, вот так вот, ну и картинки просто нет. Она тупо пропала полностью, ну или вот пробивается, но совсем плохо. Но если вы хотя бы иногда летаете чуть подальше от себя, или хотите какую-то именно область, сигнал, чтобы сильнее было, то есть, например, там, за тремя деревьями у вас всегда постабильны проблемы, туда можно направить направленную антенну, во все остальные места будет работать круговая. Ну что ж, относительно антенн вроде мы разобрались. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пишите об этом в комментариях. Но, надеюсь, теперь вопросы, какие именно стоят антенны и почему, я думаю, это по ДОТ. Потому что мне очень часто пишут люди и говорят, я вот поставил 4 Triple Fit патча, а все равно сигнал адский не ловит, нифига. А почему не ловит, надеюсь, что теперь ясно, как плюс-минус работают антенны, в какую сторону они направлены, от чего это зависит их работоспособность, как получить более-менее качественную картинку, и как подобрать антенну именно под ваши сценарии, под то, как вы будете летать, в каком месте и в каких условиях. Давайте пару комментариев почитаем. Сегодня будем комментарии читать под роликом, опять же, с поездки в Киев, где мы были, ну, не совсем в Киеве, мы были в Выжгороде. Там мы как раз летали на синей лифтере, и вот как раз это вот послужило, наверное, отправной точкой, когда я начал думать, а хочу ли я синей лифтер, а нужен ли нам синей лифтер. Потому что недавно кто-то утвержал в комментариях, что это все проплаченная реклама, что кто-то очень сильно хочет, чтобы синей лифтеры продвинулись на рынок. На самом деле нет, но я вот смотрел у ребят, и до этого я, конечно же, их видел, но когда мне дали наконец на нем полетать вживую самому и почувствовать это, и получить с него футаж, я стал подумать о том, что перспективы вот такой штуки действительно неплохие. Ну ладно, про синей лифтер у нас отдельно видос будет, сейчас давайте комменты почитаем под этим роликом. Ролик назывался у нас «Самый дорогой коптер, полеты в облаках и погоня за Чайкой». Павел Билетки, как раз сижу, допиливаю свою сторону этого влога, а тут бам, пойду погляжу. На самом деле у Паши, Павела Билетского, есть также вторая часть этого самого Морализонского балета, с другой стороны, которую он снимал сам для своего канала. Если вам интересно, где-то вот здесь, я надеюсь, не забуду оставить подсказочку, переходите туда, посмотрите. Тут очень много комментов про то, что, а где сам Паша, почему Паша не появляется в кадре, или появляется слишком поздно. А все как раз из-за того, что, если вы внимательно слушали, в самом начале видео я сказал, что «Упс, а на самом деле с флешки-то данные пропали», то есть я записывал первую половину дня практически на флешку, потом в какой-то момент GoPro написала «SD Card Error», то есть ошибка SD карты. Я потом вставил в компьютер, ни одного файла на нем не нашлось, пришлось информатировать флешку, и там достаточно большой кусок потерялся, ну просто его не записалось, он ушел в небытие. Там мы знакомились с ребятами, смотрели коптеры, приветствовали Пашу, и вот это все. Но по второму кругу то же самое, проходить просто потому, что, ну, файлы побились на флешке, это немножко как-то странно, поэтому мы просто продолжили веселиться с того же самого места, и я постарался по ходу дела докидать еще какого-то интересного контента. Роман Зайцев, нужна инструкция по записи логов полетника под Real Steady. Это будет либо следующий, либо через один ролик. Уже все готово, уже есть готовые варианты, уже есть ролики записаны, уже есть чем поделиться. Делается на самом... Если вы считаете, что это вот поставил две галочки, и оно все готово, то нет, нужно постараться, нужно еще поколупаться. Но в целом зато работает. Можно любой футаж загнать, с каким зашло футаж качеством, с таким плюс-минус оно и вышло, и это большой плюс. Потому что, во-первых, GoPro футаж мне не очень интересен, а во-вторых, ну, после Real Steady, например, Gyro Flow, другой софт, который мы будем использовать, он гораздо более хипкий, можно настроить практически все. Air FPV, идея бутылка мне нравится. Я, Ануар, когда-то говорил, не летайте над водой, но запретный плод сладок. Вот да, вот да. На самом деле, я боялся с самого начала до самого конца. То есть, вот слегка были какие-то мысли сзади, но, как говорят, вот, например, за рубежом Америкосы, или там, кто там летает, Trust your gear, или доверяй своему оборудованию. Потому что, если ты летаешь скованно и боишься сделать ошибок, то ты, скорее всего, их и сделаешь. А если ты думаешь над тем, как сделать красивый кадр, как сделать красный пролет, и какие линии пролететь, чтобы это было круто, тогда получается совсем другого формата, другого уровня картинка. Просто крутое видео, а там, где полет в облаках, это на какой высоте? Ну, это вот на той самой высоте, на которой разрешено. Я не знаю, сколько в Украине разрешено, наверное, 149 метров мы летали, да. Вальтер Кастильо топчик, видос, приезжай еще, думаю, в Карпаты все-таки надо сгонять. Ну, мы очень много договорились с ребятами, в чатике общались, что, куда, кого, чего. Потому что, действительно, было бы неплохо в какой-то момент просто собрать большую тусу и уехать куда-нибудь в горы, предположим, и на неделю. Мы такую уже проворачивали прямо перед короной, уже все было забронировано, уже все там чуть ли не билеты на самолет покупали. Мы собирались в Карпаты на украинской стороне остановиться и неделю погонять на самолетах, на коптерах, в горах потусоваться, там, не знаю, шашлык поделать. Ну, вот это все самое, короче, то, что мы любим, при этом все еще с приятной компанией. К сожалению, не срослось. Теперь вот меня, к сожалению, пока никто никуда не зовет, но я надеюсь, что в ближайшее время что-то организуется, потому что хотелось бы куда-то сгонять, кому-то съездить, где-то что-то потусоваться, какой-то большой движ организовать. Сейчас корона, конечно, это такое, постоянно меняет ситуацию, но мне кажется, сейчас уже вот, ну, пик прошел, уже как-то можно начинать заново что-то планировать. Ростислав Ткаченко. Очень красивые съемки, особенно в облаках, не тая на пранере, также хотелось бы снять что-то такое. Аник, ты как-то отобрабатываешь, видели, и она изначально красочная. Но на самом деле очень много обработки. Вы не поверите, сколько в видеообработке. Ну, давайте, это будет последний коммент. На самом деле, если раньше я тратил на обработку, там, типа, 2-3 часа на ролик, и уходило, и все, то сейчас я тратил практически целый день, потому что очень много обработки. Но зато я считаю, что качество видео выросло. А когда дома сидишь, то там без разницы. За столом ты плюс-минус один приседик накидал, я именно веду цветокоррекцию, приседик накидал, и все. И он как бы скопировал на все клипы, которые в течение ролика происходят, и плюс-минус ничего не меняется. Но если вы идете, снимаете влог, например, который происходит где-то вне дома, то там каждый кадр слегка меняется, я каждый кадр вручную сижу, корректирую, чтобы все совпадало, чтобы нравилось мне. Я надеюсь, что вам нравятся картинки. Я надеюсь, что этот опыт позволит мне когда-нибудь в будущем легче, проще и правильнее, красивее обрабатывать другие ролики. Поэтому я занимаюсь этим. Я считаю, что сейчас мне ролики не стыдно показать, потому что цвета действительно в целом нормальные, нормальные. Меня устраивает. Можно, конечно, лучше. Я видел примеры, как делают еще ролики еще покруче. Количество времени инвестировано должно совпадать с выхлопом этого всего. Я надеюсь, что сейчас это компромисс какой-то золотой средины найденной. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Вы глядите в описании, в описании будут ссылочки на самолет. Но самолет это не самое интересное, антенны это самое прикольное. Кроме того, что могу порекомендовать эти антенны, которые мы сегодня тестировали, не рекомендую покупать антенны неизвестных брендов. Это такое общее правило, потому что всякое может быть, приедет не то, что вы заказывали. На этом, друзья, все. Пока. Пока.